Одной девочке помогло, она уснула. Другая девочка пришла, и ей стало полегче. Он тоже... А, мне не помогают. И тогда у меня... Чё за херня? Мне не помогают. Я спать, я так хотела спать. Потому что я встала в 5 утра. Ну, там, мочу сдать, начинается же вот это. Мочу сдать, кровь там. Я же спала во время беременности тяжело. Но если я просыпаюсь, то я уже потом не усну. Потому что я тяжело засыпала. У меня был невроз, беременность. И беременных, всё. У меня у нас в свете было. Жопа была. Я еле в последний месяц чуть-чуть не померла. Рукичные свои не наложила, грубо говоря. Не знаю. Вот. Ну, я всё, ёрзаюсь, ёрзаюсь. Мне плохо, мне не помогло. И девчонки уже пошли спать. Ну, те, которые со мной. Им стало легче. Обе эти девочки были рожавшие. И спрашиваешь у них, ну, как, что? Они не помнят. Говорят, я не помню, как я родила. Они не помнят. Ну, ты наеда, говорят, бреду. Не знаю, я не помню. Поэтому, говорят, я сейчас опять так же боюсь. Так же всё, как в первый раз. Яна, моя соседка, она пошла опять звать врача. Потому что мне плохо и всё, мне не легче. Мне стало ещё больнее. Она опять пришла. А, потом она девочка... А, фу, Господи, нет, не так. Она мне пришла, опять носила, она злая. Что мне больно. Так и так. Она говорит, пошли на КТГ. Положила мне на КТГ. Вот такой, как в кабинете, там, несколько коек с КТГ. Где нужно нажимать на вот эту штучку, когда движет. Положила. На аппарате это, как выяснилось, показывает схватки. Представляете? Я не знала. И у меня схватка, бац, там такая штучка, циферки, распадка и до 100, до 99 так доходила. Да, действительно, мне было больно. Она пришла, посмотрела на ту бумажку, всё, говорит. Пошла звонить на пятый этаж. Так и так, девочки, раскрытие 3 сантиметра, ну, такие-то вот у неё схватки. Хорошо, через час пускай поднимается. Пока меня там подбрили, но я уже, у меня всё было нормально. Мне сделали клизму, который я еле добежал до своей палаты. Меня попросили удержать, что долго, довольно-то, несколько минут, ну, 5, по-моему, до воду. Но я не спала, короче. Потом долго-долго-долго ещё бегала. И в схватках, на схватках. Это клизма, короче. Потом у меня после родов проблемы были с кишечником. Мне стреляло, кто-то кишечник, опять так, я не поняла, это геморрой внутренний, или это воспарённые матки, или сам кишечник воспарённый. Короче, опять застрадала. Не могла ничего, не в туалет сходить, ничего, держалась там за всё, за раковину. Мне больно было, как будто бы у меня труба, знаете, железная. Стреляет сильно вот так. Ой, жесть. У врачей спрашивала. Они, не знаю, ну, выйдешь, сходишь там к неврологу, скорее всего, у тебя зачемление нервов. Неужели они не знают, что у рожавших такое бывает? Ну, не может быть, чтобы никто не жаловался на их практике. Хотя я даже жала заведующей после родового отделения уже. Да, тоже мне ничего не помогло. Что касается кишечника. Значит, мы с вами выяснили, да, и я поняла, что у меня схватки. Я собрала вещи быстро-быстро, трясёт не могу. Самая рада, не рада. У меня схватки. Такая... Думаю, ну всё. Всё, всё это закончится. А с мужем я разговаривала где-то в семь или восемь. Восьмой. Гуляла тогда пару дома, если бы разговаривала. Болтаем. Ну, думаю, о, сейчас всё. Хорошо. Сегодня позвоню, его удивлю, что я уже родила. Да, да, не так-то это легко, не тут-то это было. Ну всё, значит, повезли меня на лифт и с пакетиком. И пошла я в рожарке. Ну, таблетки своё дело сделаю. И тогда, получается, я вторую таблетку выпила, она ведь ему переварилась в животе, и всё, и пиздалеки. Ну, это я вам говорю, я пожалела, что я её выпила. Ну, я, скажем так, не была готова рожать. Во-первых, я нажралась кабан, накушалась. Во-первых, я хотела поспать. Лучше бы я поспала и на следующий день выпила, например. Ну, я не рожала бы. Выспавшись бы, у меня были бы силы рожать. Вот в пять часов утра встала, у меня нет сил. Сейчас выключили свет. Естественно, я перебралась на другое место. Ну, что уж получится, то получится. О чём я остановилась? Я остановилась на том, буду немножко стараться рассказывать, смотреть на моего сына, потому что, чтобы ему не было скучно. Точно, что прошло два месяца, и я многое подзабыла. Чё буду вспоминать, то буду рассказывать. Я остановилась на том, что меня повели в рододеление. Да. Меня повели в рододеление, и иду я там, иду, и там пипец так страшно. Там всё такое было страшное. Ну, такие всякие кресла. Мне не понравилось. Неуютно было. Мне, конечно, хотелось, чтобы мячик там был. Как-то было всё по-домашнему, и мне не понравилось. Всё страшно было. Видимо, потому что это не по договорённости, что ли, как-то было. Мне кажется, так. А то есть, когда просто рожаешь, такие, видимо, кабинеты как бы там... Ой, не знаю. Самое главное, что между этими палатами, так назовём, всегда были... Потом я видел, либо вы уже увидели, либо я ещё вставлю. Наверное, это постродившее видео. Да, это, наверное, будет после. Я вставлю. И вы поймёте, о чём я говорю. То есть, между каждой палатой идёт стекло. Мне это очень странно удивляет. Во-первых, оно пропускает звук. Да, сын. Она пропускает звук. И ты видишь друг друга как-то... Не знаю. В общем, привели меня. Врач была тоже молодая. Мне уже было довольно-таки больно. Например, когда я шла, у меня была схватка. Я не могла идти. Останавливаться. Я на схватку не могла дышать. Я не могла дышать на схватку. У меня не получалось. Не знаю, одна я такая, не одна. Но у меня не получалось на схватку дышать. Сынок. Вот. Ко мне подходила врач, пожилая женщина, там, и говорила. Вот так, вот так дыши, говорю, я не могу. Я подготовилась. Я присмотрела много информации, много видео по тому, как надо дышать. Но у меня не получалось дышать. То есть я, наоборот, замирала и вот так вот держалась. Я даже сама по себе не дышала. Понимаете? Вот так вот я переносила схватки. Положили меня, дали простынь, опять поковырялись, естественно. Естественно, поковырялись там, и прям аж кровь стала сильно идти. Подключили меня к ЭТГ. Там был такой период, что у меня схватка шла минут 30-40. 30 минут точно. Ну, это однозначно. Представляете, 30 минут одна схватка. Вы представляете? У кого так было? Напишите мне. Я просто вот так. Ну, там спустя какое-то... Часа два нахождения там, когда я уже была вот такая вся, мне зато сообщили, что у меня пять пальцев открытия, и я обалдела. Это при том, что я лежала. Я понимаю, что я рожаю. Елки-палки, у меня уже пятерка, я начинаю встретить свою руку, ну, пять пальцев. Может, я скоро рожу. Не могу сказать, что я чувствовала, что удавил ребенок там как-то. Нет, распирала таз. Нет, такого не было. Я даже не скажу, что это как-то больно. Это невыносимо. Почему-то это отдает очень мозг. У меня это было какое-то... Для меня это было не больно. Для меня это было невыносимо. Это было отвратительно какое-то ощущение. Я не знаю, я не могу сказать, но не больно это. А я выносить это не могу. Я такое не выношу. То есть, да. Сначала я там как-то стонала, стонала, ох-ох-ох, под конец я уже орала. Да. Увы, ну ах. Я кричала. Я вела себя плохо. Ничего плохого. Мама, мама. Да, я помню, даже маму звала. Очень удивляет, что они разрешают брать особо мобильные телефоны. Я очень жалею, что я не сняла это. А на мобильный телефон. Да. Что я не сняла на мобильный... Эй. Что я не сняла на мобильный телефон. Очень жалко. У нас включили свет, блин. Малыш, вот ты у нас меня замерзаешь тут, лежишь. Надо тебя одевать. И... Ведь человек может записать всякую херню, а еще он может позвонить. Шесть утра. То есть уже в 21-30... Ну, где-то в 21-30-10 мне начались схватки, да? Вы считаете, в шесть утра я звоню мужу, а у него был сегодня выходной. В пятницу выходной. У него был тогда... Тогда у него был выходной, и... А он замотан, он постоянно мне то-то привези, то-это привези, то-пято-десятое. Еще... Ну, папа его позвоночник сломал. То есть... Куда-сюда надо съездить. И тут он, короче, нет, чтобы ему выспаться. Я ему звоню и говорю... Ня-а-а, мне плохо! У меня схватки! И он еще, говорит, я слышу этот датчик КТГ. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Вот это, ну, короче, все это биение. И мой, говорит, жалостливый голос. Мне, говорит, охренел просто. Да, просто охренел и... Испугался, говорит, очень. Испугался очень. И я ему говорю, позвони, пожалуйста, заведующей. Хоть 30, хоть 40, хоть 50 тысяч, говорю, договорить с ней, чтобы она приехала, меня прокисарила. Потому что мы с ней не договаривались. Мы с ним просто консультировались. Я, ну, что она у меня будет принимать роды, что она там, она будет мне посторить. И все, что-то такого не было. Все разговоры. Просто... Не знаю, что ходили. Просто так. Я ему позвонила. Потом я звоню ей, заведующей. Она поднимает. И я ей говорю так же. За какие день, пожалуйста, приедьте. Я говорю, у меня открытие слабое, мне больно. Короче, бла-бла-бла. Ну, она потом приехала. И сказала, что терпи, что-то себя так ведешь. Раньше наши бабушки, прабабушки в полях рожали. Все это терпели. Вот. Кстати, на мне на глазах палетка вот эта, по-моему, наибидо, или что я новую показывала во влоге. Вот розовый цвет. Особо не видно. Но они такие очень нежные, слабенькие, конечно, на мой взгляд. Я сейчас с ребенком особо не это, не вижу, как бы. Нет у меня времени следить, поэтому. Ну, как раз, по-моему, для домохозяйки, в общем. Мне кажется, не Ась. Мне кажется, такие оттенки как раз для домохозяйки. Да, сынок? Да, сынок? Да? Улыбается. Я говорю, для домохозяйки он улыбается. Надо одеваться, если замерзнешь. Давай одеваться будем, сына. Будем одеваться? Будем? Агу. Так вот. Видите, я успела. После позвонила мужу и позвонила заведующей. Заведующая потом пришла. Меня смотрела тоже. Наругала меня. Терпи. Ты что, себя так ведешь? А, бесполезно. Я стала бить по этому стеклу рукой, уже под конец. Долбила. И потом вот так вот я все вела, смотрите. Вот так я делала под конец. Я была в бреду. В конце было очень плохо. Потом там был такой момент, что почему-то 30-40 минут у меня исчезли схватки. И я их, это я вообще испугалась. Испугалась. То есть, что их нету. Все прекратилось. Врачи там переглядывались. Они у меня там лазили. Больно все это. Переглядывались. Ребенка, а ребенок не проходил в таз. У меня же узкий таз. Он не проходил. Ребенок не проходил в таз. Я-то это все слышу и понимаю. Они так вот головой крутят. Под конец, в общем, я дошла до 7 сантиметров открытия. 7 сантиметров. Пальцев. 7. До 6-7 сантиметров открытия пальцев. Вот. Еще такая фигня. Я постоянно хотела писать. Из-за этого после клизма вообще мне постоянно хотелось какать. Короче. То есть, мне так казалось, что я хочу писать и какать. Я постоянно сигала на этот... С этим датчиком от КТГ я сигала на утку. Вот эту, которую сидела на стульчике рядом с моей кроватью. Сигала-то сигала-сигала. Там же она у меня с меня кровь. Там кровь падает-падает. Ну, я пописываю там тоже. То есть. Я им говорю. Я когда сидела на этой утке, мне было легче цепить схватки. Я говорю. Можно я буду ходить или хотя бы встану и буду держаться за кровать? Они сказали. Нет. Лежать и все. Все. Ляжь. Мы слушаем ребенка. Я когда это рассказала. Вот старше, по-моему, поколению. Старше маме. Свекрови. Ну, свекровь, она вообще как бы там на капельнице, по-моему, лежала. Моя мама ходила. И со мной, и сестренкой. Что это за фигня вообще такая? Меня же как положили, присоединили и все. Кстати, мне там делали капельницы. Мне кололи ножку, начнем с этого. Мне ставили ножку, капельницу. Мне опять, по-моему, в Геннепрал ставили. Которые ставили еще в палате платные. Вот что, где я выпила таблетку и выяснилось, что. Опять мне поставили в Геннепрал. Потом мне вкололи какую-то фигню. Я подуснула. Типа наркотика, я не знаю. Я чувствовала схватки, но далеко. Я даже поспала, но мне ничего это не дало. Никакого этого. И, кстати, вот. И в этот период, видимо, у меня произошло открытие. Что я была расслабленная. У меня произошло открытие до пяти пальцев. Там потом я удивилась, как это так. Я им говорю, сделайте, пожалуйста, мне опять этот, ну, капельницу поставьте. Ну, что прикольно. А что я так и до конца дойду? Они сказали, нет, больше нельзя. Сказали, в общем. Ну, ну. И все. Потом начался дурдом для меня. Я себя лучше... Они мне не разрешали ходить. Они не разрешали мне ничего. Понимаете? А лежа мне было плохо. Все. Лежа у меня все полдурдом. А все равно я хотела спать. Вот пять часов уже были сутки, как я не спала. В общем, вот сколько там уже было? Восемь, девять утра. Уже заведующая приехала. Мне там нотации перечитала. И все. И там мне поехала конкретно крыша. Ну, грубо говоря, да. Я там уже кричала, в бреду. Уже мне там было... Вот тогда уже было, кстати, и больно сильно. Ну, вот. Тогда они сказали, что у меня семь пальцев. Ребенок в таз не входит, они сказали. И я забыла сказать, что перед роддомом я делала УЗИ платно. 3500 поставили УЗИ. А в роддоме УЗИ послали мне на УЗИ. Там сказали, ребенок где-то 3600. Короче. Ребенок в таз не проходил. Не проходил он в таз. И они решили меня прокисорить. И так как я уже была, уже вот такая, я же говорю, вот такая вся. И ребенок не рождается. То есть он не проходит в таз. И они пришли к выводу прокисорить. И в 10.38 написано, ну, где-то, в 10. В 10 там они, когда они... Потому что они такие быстрые. Я хоть в бреду была, но я где-то, когда сфатки не было, я прилетала. Немножко так их слышу, вижу там мутно. И, соответственно, в 10.38, ну, и... Вот меня прокисорили. На кесаре я ехала. Я тоже все это помню. Много белые вот эти лампы. Голые меня положили на операционный стол. Все это помню. Всего что вешали, ткани все эти, чтобы я ничего не видела. Как слева у меня давление мерило без конца. Справа у меня поставили капельницы. Я болтала с анестезиологом. Рассказывала, что у меня аллергия, альдокрин, даже вот это. Куку жило меня от сладки. Я прям орала там. А-а-а-а! Прямо мне связали ноги, естественно. Честно, я думала, что я умру. Но ради ребенка я на все пойду. Я вообще, мне больно, мне насрать. Уже быстрее врубайте мне. Да, я им говорила, врубайте мне нафиг быстрее. Спрашивали они у меня, кто я по образованию. А у меня рот не закрывается. Я все равно болтаю. А если то, а если это. А если вы мне будете сувать трубку. А если трубка не пройдет. Он говорит, все, пройдет. Я говорю, а если я задохнусь, умру. Короче, а я их так достала там. А у меня хирурги, где уже тетки были. Они ходили в масках. Я их не видела. Я не знаю, что. Это же все было экстренно. Я с кем не договаривалась. Они мне говорят, кто ты по образованию. Я говорю, психолог. Они все заржали сразу. Ва-ха-ха. Все за психолог, который не закрывается рот и всего боится. Ну, так. Они вообще, психологи, делятся на спокойных и на нервных. Вот. На те, которые... Работают над собой, якобы. Вообще они, многие психологи, они всего боятся. Инфекции, бактерии, вирусов. Они как раз таки. Вот, сука, я знаю. Они как раз все пугливые, сутся от всего. Ну, то они психологи. Все. И он мне говорит. Считай. Я вот так лежу. А он там. Что считать? Он говорит. Считать умею? Считай. Я стала считать. Один, два, три, четыре, пять, шесть, пять, шесть, пять. И мне казалось, что я все считаю, считаю. Потом я проснулась реанимация. У меня была маска. И мне казалось, что я его только что считала. Уже не считаю. Сейчас займусь с ребенком, пока одену его. Так. Я буду пока говорить, потому что, иначе, этот... Когда я лежала... Когда я прибыла только вот в эту 8-9-месячную палату, местную, только прибыла, когда в роддом, там приходили девушки и женщины. Причем женщины. Они, естественно, завтра у нас, позавтра у них кесарево там. У кого-то через неделю. Они все боятся кесарево. У них плановое. Вот. Причем у некоторых не первое кесарево. По-моему, даже некоторые из них там какие-то бизнес-леди, наверное. Судя по тому ногтям там они все такие все. Вот. Я что хотела сказать, что одна заговорилась за 25 тысяч, то есть там в эту сумму ходят и анестезиолог, и хирург, то есть врач. Другая 35 договорилась тысяч. Вот. То есть я вам суммы рассказываю примерно, вот что это, сколько вот выходит, обходится. А потом, значит, в реанимации я проснулась, не понимая, что с ума происходит. Руки плохо двигаются, ноги вообще не двигаются. То есть, ну, руки я так через одеяло меня накрыли, я пытаюсь вот так вот вылазить. И тут маску вот так вот. Я снимаю, она меня там, ее и назад не вставят. Лежи спокойно, не спать, не спать. Вот так мне. Слева подходит, вся в белом такая пелене, женщина с темными волосами, помню, и кричит мне. Женщина, у вас родился мальчик, вес 4,30, рост 54 сантиметра. Ну, честно, рост я не запомнила. Ну, 50, сколько я не запомнила? Офигела от того, сколько он весит, 4 то, что килограмма. И я тогда думаю, ну, блин, конечно, не проходил через таз. И меня мучили, его мучили. Я, конечно, замучилась просто жестью. Это тот случай, то, о чем я говорила. Помните на видео про роды свои? Что все эти таблетки, все эти манипуляции, они заканчиваются обычно кесаревым. И на ютюбе вам для всего этого, для чего мы тут все это рассказываем. И так можно, знаете, собрать, не надо социальным работникам теперь бегать, собирать какие-то мнения или еще что-то. Сейчас люди сами это все выкладывают в интернете. И вот так вот посмотрев, я понимаю, что все это заканчивается обычным планом, обычным экстренным кесаревым сечением. Вот к чему я хотела вам дела, к чему я это веду, что все эти вызывания родов, так вот все получается. В общем, лежу я в реанимации. О-о-о-ох, как я разговаривала, как я тяжело разговаривала. Они, которые я сейчас с тобой брала, они принесли мне здесь полочка, оказывается, была. Об этом я узнала число через 5 только. Это через 5, через 3, 4 они разрешили всем позвонить. Потому что там какая-то аппаратура работала, нельзя было включить мобильный телефон, они были выключены. Телефон, кстати, когда я рожала, у меня упал там куда-то, ну, типа трубы какой-то, я не знаю, разговаривала. Грубо, таким голосом, просто. Еще грубее. Из-за трубки, трубку. Потом неделю, ну, 4-3 дня я не могла ни пчихать, ни кашлять, потому что было больно из-за шва. А тут постоянно хотелось кашлять, видимо, там бы собиралась слизь, трахея или где. Постоянно хотелось откашляться, хотелось постоянно откашляться. Вот. Вот, лежишь там, не кормят. Честно, вот не кормили, понятно, до утра следующего дня. Ну, вот следующий день утро был, вот ты вот-то кесариная, да, ты вот, они знают, что ты сутки не ешь. Грубо говоря, да, обычно же, он все равно с утра кесарят. Никто тебе не скажет там, ты покушай, то все. Нет, только все сама. Я, мне утром на 3-4 принесли ребенка, привезли сразу. Я не знаю, что с ним делать, я не умею его ни пеленать, ничего не умею. И есть хочу, как не знаю кто. И болит шов. Я считаю, что очень рано привозят дитя. Для кесарин их надо привозить на через 3-4. На следующий день это рано. Рано. Садиться больно, вставать больно.